МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание всего мира на протяжении 10 месяцев приковано к Нюрнбергскому процессу. Общество требует справедливого наказания виновным. Международный военный трибунал после тщательного расследования преступлений нацистской Германии против человечности выносит окончательный приговор. Каков же будет приговор святого Бога нераскаившимся грешникам за массовое убийство святых Всевышнего и распятие Сына Божьего? Каким же будет справедливое наказание грешнику, если адских мучений не существует? Я рад приветствовать всех наших дорогих зрителей, как телевизионного эфира, так и наших дорогих прожан, присутствующих здесь, в этом зале, на серии лекций «Крах сатанинской империи». Есть ли надежда на то, чтобы зло было уничтожено? Есть ли надежда на то, что добро победит зло? Это является общей темой наших с вами библейских исследований. И мы говорили с вами уже многие вещи, которые нам открылись из Священного Писания. Во-первых, мы узнали о том, кто есть источник зла на этой земле и во Вселенной. Мы также говорили о том, что нам не стоит, Бог не желает, чтобы мы тратили время на то, чтобы докопаться до причины нашей конкретной боли, потому что открытие этой причины зачастую не решает нашу проблему, а потому Бог предлагает совершенно другое решение проблемы. решение проблемы через воскресение мертвых. Ибо основная наша беда – это смерть. Вот это, чего мы не желаем, вот это, чего мы боимся, у Бога есть решение. Бог обещает нам «Славное воскресенье». Но мы читали с вами уже неоднократно притчи Иисуса, говорили о овнах и козлах, говорили о том, что настанет день, когда Иисус, все спящие во гробах услышат глаз Сына Божьего и оживут. Но одни оживут для вечной жизни, а другие для осуждения. Потому вчера мы затронули вопрос вечной жизни, а сегодня стоит поговорить об альтернативе вечной жизни, которую нам описывает Библия. И поэтому лекция называется «Репортаж из ада». Итак, давайте еще раз повторим эти факты священного Писания, которые мы с вами вчера изучили. Книга Даниила, 12 глава. «Многие из спящих во прахе земли пробудятся одни для жизни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление, когда это будет? При славном пришествии того, кого Даниил называет великим князем Михаилом. А вот Иоанн уже цитирует слова Иисуса, которые он говорит про себя, называя себя конкретно Сыном Божьим и говорит о том, что все спящие во гробах услышат глаз Сына Божьего и изыдут творившее добро в воскресение жизни, а делавшее зло в воскресение осуждения. Ну и вот последний текст, который мы с вами изучали, это царь, сын человеческий, приходящий на облаках небесных вместе с ангелами своими. И одним, стоящим у него по правую сторону, он говорит, придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Тогда а другим, он говорит, идите от меня проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. И в этом вопрос возникает. Мы разобрались, что такое воскресение жизни. мы разобрались, что одна часть людей воскреснет для того, чтобы унаследовать царство, но другие пойдут на воскресение осуждения, в огонь, как об этом пишет нам Евангелие от Матфея, 25 глава и 41 стих. Так что же представляет собой это осуждение? Вот с этим термином, к большому сожалению, в христианском мире нету понимания, много разных мнений. И вот, к сожалению, с чем приходится сталкиваться. Вот что мне удалось прочитать в одном из энциклопедических словарей. Ад это место кромешной тьмы, где происходит плач и скрежет зубов. Место, где пребывает гнев на нераскаившихся душах, на тех, кто не признал себя грешниками, не принял Христа, ад намного ужаснее, нежели его можно представить или описать наглядно. Библия постоянно подчеркивает, что есть вечный ад для согрешивших против Христа на вечные времена, вечные муки, никогда не умирающей души грешника. Библия. Что ж, давайте подумаем, где сегодня на земле может быть находится ад. Вот знаете, мне удалось кое-что увидеть на земле. Это оказывается не кратер вулкана. В 1971 году возле деревни Дарваза в Туркменистане советские геологи обнаружили скопление подземного газа. В результате раскопок и бурения разведочной скважины геологи наткнулись на подземную каверну, из-за чего земля провалилась и образовалась большая дыра, наполненная газом. Буровая вышка со всем оборудованием и транспортом провалилась в образовавшуюся дыру. Люди в этом инциденте не пострадали. Чтобы вредные для людей из скота пары не выходили нарушу, их решили поджечь. геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но ошиблись. Это заголовок, это отрывок из статьи одного исследователя, который действительно взялся серьезно за цель исследовать а где собственно говоря находится ад. То есть если сегодня кто-то в аду горит, где-то же должно находиться. И вот он пытается найти. Вот это первое, что он нашел. А вот еще после через какое-то время в журнале наука и техника он опубликовал следующую статью. И эта статья называется «На пороге преисподней». Речь идет о сверхглубокой скважине на Кольском полуострове. Глубина этой скважины, они пытались ее бурить, чтобы пробурить до мантии земли. Понимаете, да, как геологи описывают строение земли. Здесь кора под корой мантии. Так вот, они пытались ее обнаружить. То есть обычно как они говорят, вот кора, вот мантия, вот ядро, то есть это все как бы косвенными исследованиями. то есть взрывной волной и отражением взрывной волны. Эти вопросы как-то вот говорят, вот здесь такая плотность, а здесь другая плотность. Так решили же докопаться, есть ли мантия или нет. То есть начали бурить. Бурили, 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 и вдруг бурение остановилось. И вот этот автор, он пытается доказать, почему бурение остановилось, что техника могла идти и дальше. Но в этой статье он описывает следующий факт, что, дескать, в определенный момент, когда дошли до глубины вот практически 10-11 километров, геологи начали слышать из глубины земли какие-то звуки, похожие на стоны. После очередной попытки пробурить дальше, вдруг из ствола шахты с криком и с крыльями что-то вылетело и исчезло быстро во тьме. Понимаете, какие публикуют статьи? Я вот себе эту подборочку статей сохранил специально вам передал. Она у меня так старые советские такие газеты времен перестройки 88-89 год. Я их специально себе в папочке держу. Таких статей было масса, что люди понимаете искали где находится ад. Знаете, почему это делали? Дело в том, что как раз в этот период, когда рухнула коммунистическая идеология, народ кинулся в веру, что в общем-то как бы и хорошо. Но народ-то у нас все равно весьма очень заидеологизированный и привык ко всему, что все должно быть доказано научно, ну вот они начали научно доказывать, понимаете, вот предположили, что это туркменское явление, вот это вот как говорится пустошь с газом, которая загорелась, может быть это, потом вот это шахта, они предполагали, что вот эти геологи прекратили бурить, потому что они докопались до ада вопрос, конечно, существенный. Вы знаете, столько всяких крайностей с этим адом, я вам хочу еще другую интересную вещь показать. У меня был одноклассник, я с ним 10 лет за одной партой в школе просидел и потом мы учились вместе в университете на физическом факультете. И вот его любимая рок-группа была ACDC. Интересный лидер этой группы, который допился до того, что он задохнулся в собственной рвоте. всякое, много чего они поют, но особенным образом у них славится альбом. Альбом называется «Адские колокола». И в этом альбоме песенка есть такая «Дорога в ад», то есть «Автострада в ад». И вот этот Брайан Джонсон поет с каким удовольствием типа на автомобиле, он на огромной скорости летит, чтобы попасть в ад. Знаете, что это такое? Я вам скажу, что это такое. Если вы возьмете скороварку, закроете ее наглухо, нальете туда бульона или воды и так хорошо клапана закроете и поставите на огонь, оно будет кипеть, 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 кипеть. И чем герметичнее, тем лучше. В конце концов, она просто взорвется. Понимаете, вот это вот, то, что мы видим, это взрыв скороварки. потому что в течение 15 веков церковь спекулировала исключительно на страхе и поэтому вот это вот такие альбомы или вот такой голливудский персонаж это откровенная сатира на церковь. Знаете, что это за личность? Это чертик из ада. Известный голливудский фильм, я забыл, я не смотрел, мне просто реклама понравилась. Оказывается, он такой добрый, понимаете, он чертик из ада, но он добрый, добрый такой, деткам помогает, людей спасает. Понимаете, поп-культура она отражает вот этот вот протест того, чем людей постоянно пугали и вот этим пугали. Библия подчеркивает, что есть вечный ад для согрешивших против Христа на вечные времена, вечные муки никогда не умирающей души грешника. Понимаете, Библия? Ну, давайте посмотрим, что говорит Библия. Итак, у нас вопрос первый. Когда? И на этот вопрос в наших предыдущих лекциях мы уже отвечали. Я хочу, чтобы мы еще раз вернулись к Евангелии от Матфея 25-ю главу, где нам сказано, что одним царь говорит «Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, а других отправляет в огонь, уготовленный дьяволу и ангелом его». Так вот, когда? Когда? Ответ Евангелия от Матфея 25-я глава 31-й стих дает однозначно. Когда Сын Человеческий придет на облаках небесных, то есть тогда произойдет разделение между теми, кто станет по правую сторону и наследует жизнь вечную, и теми, кого поставят по левую сторону, и они пойдут в огонь. Знаете, я вам хочу сказать, католическая церковь и в какой-то степени православная церковь, но в меньшей степени эту проблему они видели. Я почему об этом говорю? Потому что, когда я эту тему представляю, я ее уже не один раз представлял, то ко мне подходят очень много евангельских христиан с такой претензией. Александр, что ты делаешь? ты же наших детей сейчас всех погубишь. Что я делаю? Объясните мне, пожалуйста. Ну, как же, если ты им говоришь сейчас нам, что ада после смерти нет, наши дети все в мир уйдут. Так что, чтобы их удержать в вере, врать надо? Библию искажать надо? Это такой ценой мы удерживаем наших детей в вере. Как вас понимают? Понимаете? А вот серьезные богословы, я вам хочу сказать, что как в католицизме, так и в православии богословы так не действуют, как в некоторых евангельских церквах. И они очень четко этот стих знают, и глаза не закрывают на это. Но какой они выход придумали? Они придумали следующий интересный выход. Они изобрели, особенно в католицизме, они ввели понятие чистилища. То есть после смерти все идут в ад. Знаете, такой предбанник каду. Это как бы огонь, но он не такой жаркий. И вот там, понимаете, в этом огне все жарятся. А что должны делать те, кто на живущие? Они должны заказывать мессу для того, чтобы этих несчастных из вот этого чистилища как можно быстрее вытащить. Понимаете? И я помню интересный есть такой франко-канадский автор Роджер Марно, который написал, как он стал атеистом. У него умерла мать в молодом возрасте и его отец, будучи небедным человеком, потратил огромные деньги, обходя все монастыри, чтобы заказать мессу за упокой души его умершей супруги, объясняя сыну это, что, дескать, вот она, чтобы не жарилась, вот не была, чтобы из чистилища вытащить, мессу нужно свечку за упокой и так далее. Вот это вот идея за упокой, да, потому что чистилище или как преисподней там жарко, ну не совсем жарко, но все равно жарко, поэтому душа должна упокоиться и для этого нужно что-то делать тут на земле живущим, понимаете, и а тут однажды этот Роджер, будучи молодым человеком школьного возраста, увидел как похоронили женщину, которая из отчаяния там мужа ставил всякие проблемы, наложила на себя руки и он спросил тогда священника, а ее как? Можно мессу заказать? Не, нельзя, нельзя, ее из ада невозможно вытащить, понимаете? Вот когда он увидел вот такое, он оставил вообще веру. Вот, на чем часто основываются подобные измышления? Ну, прежде всего, они основываются на невнимательном чтении священного писания. Невнимательное чтение священного писания. И вот пример, да, я специально вам здесь показываю, это православная икона, называется «Схождение Христа в ад». она иллюстрирует первое послание Петра, третья глава, где говорится, «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщлен по плоти, но ожив духом, которым он, находящимся в темнице, духом, сойдя проповедовал». Интерпретация. Пока Иисус находился в огробе, он не сидел сложа руки, он решил пойти прогуляться в ад и там сказать проповедь всем, кто жарится там. Но, друзья мои, вы внимательно, вы видите этот текст на экране? Где-нибудь из, кто-нибудь из вас видит слово ад в этом тексте? Вот она и проблемка, друзья мои. Как говорил Михаил Жванецкий, щительнее надо. Друзья мои, это не шутка. Библию надо исследовать тщательно. внимательно. Где написано ад? Давайте почитаем, что написано. Где был Иисус? Смотрите. Находящимся где? В темнице. А что значит в темнице? Где у нас встречается слово темница? Смотрите, я хочу, чтобы вы увидели. Единственное место священного Писания, где встречается слово темница, можно найти у пророка Исаии, 61 глава. Ду Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцеляться крушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы. О каких темницах идет речь? О каких узниках идет речь? О каких пленных и о каком освобождении идет речь? На ком дух Господа Бога? Друзья мои, слово помазал здесь. Это еврейское слово машах, которое на греческий переводится как Христо. Здесь прямо черным по белому. у нас на слайде белым по черному. Написано, что дух Господа Бога сделал Христа Христом. И вот он идет, чтобы благовествовать нищим и освобождать находящихся в плену греха узников. Вот что такое темница. Темница это нигде не написано, что это огонь. Темница это то, что пленит нас. Посмотрите, Евангелие Атеана, восьмая глава. Иисус прямо говорит, всякий делающий грех есть раб греха. То есть не подходит интерпретация здесь. однозначно мы видим, когда проповедовалось этим духом в темнице. Текст 20 говорит, некогда непокорным ожидающему их божьему долготерпению водни ноя. То есть текст не говорит о том, что Иисус умерший, находясь в могиле, решил сходить в ад. Текст говорит о том, что Иисус был воскрешен Божьим Духом и тот же Дух проповедовал людям, находящимся во тьме греха, в плену греха еще с временной Духом, да? Бытие 6 глава Бог говорит, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеком. Вы понимаете? Бытие 6 глава тоже там встречается слово Дух. То есть Дух Божий проповедовал этим грешникам, но они не услышали, только восемь душ услышали, что же такое в реальности ад, друзья мои? Что происходит? Как это все будет выглядеть? Как отделить предрассудки ложь от библейской истины? Об этом речь пойдет в нашей следующей лекции. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова